Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Наступила осень, а с нею и время окончательно позаботиться о наших пионах перед тем, как они уйдут на покой, чтобы порадовать нас в следующем году своим цветением. Наверняка к осени вы обратили внимание, что на многих сортах, на листьях многих растений появляются различные пятна. В это время проявляются все заболевания, которые только возможны у травянистых пионов. Наиболее часто встречающееся и вредоносное заболевание травянистых пионов – это серая гнель. К сожалению, если ваша плантация повреждена этим заболеванием, к этому моменту на ней мало чего уже остается в приличном состоянии. И это первый повод обработать хорошенько ваши растения, чтобы снизить на них инфекционную нагрузку в следующем году. Чтобы в следующем году растения были более здоровыми, радовали вас не только цветением, но и красивой листвой вплоть до самой осени. Для лечения серой гнили существует очень мало специфических фунгицидов. И чаще всего применяются фунгостатические препараты, которые разрешены для применения практически на всех культурах. Прежде чем произвести обработку, чаще всего мы обрезаем нашу отмирающую листву. Обрезаем мы ботву пионов достаточно коротко, на высоте 10-15 см от листвы. Делается это для того, чтобы убрать все возможные источники инфекционирования на следующий год. Обязательно следует убрать приствольный круг пиона и по возможности подрыхлить его, если у вас еще не наступили на участки заморозки, и почва позволяет сделать это. Рыхление почвы частично переносит нашу инфекцию, споры грибов в более нижние слои, там, где они меньше вредят растению. Когда мы видим такие голенькие места, где у нас были пионы, по ним производится сплошная обработка из распрыскивателя. Единственное, следует помнить, что обработки любыми противогрибковыми препаратами следует производить в теплую, относительно теплую погоду, до наступления морозов. То есть на улице должно быть не менее плюс 10 градусов температура. Если температура ниже, то, к сожалению, с осенней обработкой вы уже опоздали, и следует произвести эту обработку рано весной, как только наступит у вас положительная температура, и можно будет начать работы. Какие же препараты применяются для лечения пионов? Прежде всего, это самый обычный медный купорос. Используют это вещество в количестве 50-70 граммов на ведро воды. 10-литровое ведро. В дальнейшем слово «ведро» будет подразумевать 10 литров воды. Сразу вещество разводят в небольшом количестве воды, около 2 литров. Затем постепенно доводят до полного растворения, до 10-литрового объема это ведро. И обрабатывается из распылителя поверхность почвы, сам куст обрабатывается, с тем, чтобы максимально искоренить возбудителя заболевания. Кроме того, можно использовать такую часто встречающуюся смесь, как бордосская жидкость. Бордосская жидкость представляет собой смесь из растворов. Прежде всего, запомните, что это растворы, это не смешанные вещества. Растворов 100 граммов медного купороса и 75 граммов негашенной извести. Что еще можно использовать для лечения пионов наших? Это хлорокись меди, так называемый хом препарат. Наверняка вы его встречали в продаже неоднократно. Используется 60-75 граммов на ведро воды. Также этим раствором обрабатываются наши приствольные круги. Если вы не хотите использовать на своем участке такую химию, можно попробовать растительные препараты, которые, конечно, чуть менее эффективны. Но если у вас недостаточно сильное повреждение различными грибными заболеваниями, то, в принципе, это тоже хороший вариант. Можно использовать настой измельченного чеснока. Чеснок берется, измельчается в чеснокодавилке, то есть, чтобы сок из него выступил. И настаивается от 3 до 8 граммов чеснока на литр воды. На литр. Процеживается затем, после суток настаивания, этот раствор, и используется для обработки. Причем чесноком можно обрабатывать, в принципе, даже до наступления заморозков. Кроме того, существуют зарегистрированные фунгициды. Естественно, следует помнить, что в различных государствах список этих зарегистрированных фунгицидов может отличаться. То, что у нас встречается в продаже в Беларуси, совсем не обязательно, что вы можете найти в свободной продаже в Казахстане или в Украине. Это, к сожалению, препараты. То есть, вы можете просто смотреть по действующему веществу. Наиболее эффективным препаратом от серой гнили является такой препарат, как Максим. Также очень хорош такой препарат, как Топсин-М. Это тоже хороший фунгицид от серой гнили. Кроме серой гнили, у пионов достаточно часто встречаются и другие заболевания, которые, как правило, делают некрасивые листву у пионов именно уже в конце осени. Это аскохитоз, это фузариоз, это различные виды пятнистостей. То есть, при этих заболеваниях повреждается только листва, а не бутоны. То есть, цветы при повреждении этими заболеваниями не страдают. Но, конечно, снижается наша декоративность после цветения. Поэтому, в качестве профилактики можно также использовать различные фунгициды, которые разрешены к применению. Также неплохим фунгистатиком является раствор коллоидной серы. Разводят в воде комнатные температуры из расчета 30-50 граммов на 10 литров воды. Этим раствором обрабатываются посадки наших пионов от различных грибных заболеваний. Какие еще у нас могут быть осенью работы с коллекцией пионов? Если вы выращиваете, кроме травянистых пионов, и то гибриды, а также древовидные пионы, возможно, в вашем климате, если вы живете ни в Украине, ни на юге России, вам придется укрыть посадки. Поскольку и то гибриды, они, конечно, легче переносят бесснежную зимовку при сильном морозе, но древовидные пионы чаще всего при серьезных морозах, если температура опускается ниже минус 20 градусов, у них могут полностью отмерзать ветки. поэтому осенью обрезаются отцвевшие коробочки, чаще всего на махровых плодах, на махровых сортах не завязываются коробочки семенные, но если у вас простой сорт, либо полумахровый древовидного пиона, на нем очень часто образуются семенные коробочки. Вот обрезаются эти коробочки, укорачиваются, и за несколько приемов, за один раз, вы, к сожалению, не сможете пригнуть свой древовидный пион, у него достаточно хрупкие побеги, потихоньку мы прижимаем куст как можно ниже к земле, и укрываются пионы воздушно-сухим укрытием, то есть делается укрытие листва твердолиственных пород, такая как дуб, клён, осина, то есть листва растений, которые плохо перегнимают в зимний период, и накрывается сверху полиэтиленовой пленкой, для того, чтобы ее не раздувало ветром, эту листву, придавливается, сами ветки закрепляются металлическими скобами, похожи на укрытие розы, это все, вот, и все это как бы сохраняется до начала таяния снега, как только начинает таять снег весною, мы снимаем сразу сухое укрытие, то есть мы убираем пленку, затем мы разгребаем лист, и после того, как уже минует угроза существенных заморозков, поскольку древовидные пионы и гибриды достаточно хорошо переносят понижение температуры до минус 8 градусов ночью, ночью, не днем, то, в принципе, если у нас уже миновала опасность вот таких ночных заморозков, мы можем распрямлять наши кусты, то есть убирать скобы, которые держат кусты в земле, и давать им уже отрастать весною. Из работ, которые вы можете провести осенью, неплохим агротехническим приемом является мульчирование травянистых пионов различными органическими абстратами, ну, хорошо использовать компост. Сейчас самое время до наступления серьезных морозов, мы можем небольшим слоем укрыть почву, но обязательно после того, как мы обработали почву фунгицидом или фунгистатиком, только после этого мы накрываем вот этот слой мульчой. Если у вас растет большое количество гибридных пионов травянистых, у некоторых из них есть такая неприятная особенность, как повреждение ростков при возвратных заморозках. Вот эти пионы можно замульчировать опилками приствольный круг, особенно если у нас растение было только впервые посажено этой осенью. Можно замульчировать торфом, можно замульчировать листвою, но при этом следует учесть, что вот такую мульчу весною обязательно надо убирать. До наступления активного роста растений эту мульчу убирают. То есть когда у нас ростки достигают высоты 10-12 сантиметров, тогда эту мульчу убирают, потому что такая мульча закисляет почву. Пионы очень плохо реагируют на кислую почву и предпочитают нейтральные либо слабокислые почвы. Надеюсь, мой рассказ был полезен для вас. Буду рада ответить на ваши вопросы в комментариях. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.